Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в новостях. Запуск ракеты Firefly Aerospace закончился провалом. В США умные алгоритмы отбора кадров, очень умные, ошибочно отсеяли миллионы кандидатов. А в Сингапуре появились роботы патрульные. Эти и другие новости IT и технологий прямо сейчас. Поехали! У ракеты Firefly Aerospace отказал двигатель при первом запуске. Напомню, компания Firefly Aerospace была основана в США в 2014 году. В 2017 году ее выкупил и перезапустил украинский бизнесмен Максим Поляков. Сейчас главный офис компании расположен в Техасе, а центр исследования и разработки в украинском городе Днепр. Именно там изготовили большинство деталей для первой ракеты под компанией под названием «Альфа». Это двухступенчатая ракета, предназначенная для вывода на орбиту малых спутников весом до 1000 кг. По словам Firefly, каждая миссия «Альфа» будет стоить около 15 миллионов долларов. Дебютный запуск «Альфа» состоялся 2 сентября на базе Вандерберг в Калифорнии. Ракета успешно стартовала, но спустя 15 секунд полета один из двигателей заглох, по предварительной информации, из-за неисправности в клапане подачи топлива. Ракета вышла из-под контроля и центру управления полетом пришлось отдать команду на самоуничтожение, ну то есть взорвать аппарат. Цитата. «Мы постараемся отправить «Альфа» в новый полет как можно скорее. Мы получили множество полетных данных за 15 секунд, да, которые значительно увеличат вероятность положительного результата», — заявили Firefly. Ну что ж, я верю в то, что ребята с украинскими корнями запустят правильную ракету в космос. Мне ужасно нравится, что Украина тоже участвует хотя бы в этой гонке частных компаний за результаты в космосе. Мне прямо, не знаю, как-то приятненько, да, надеюсь, вам тоже. Умные алгоритмы отбора кадров ошибочно отсеяли миллионы кандидатов в США. Речь идет о программах, которые проверяют резюме соискателей на соответствие требованиям к вакансии. Как говорится в исследовании Гарвардской школы бизнеса, в 2017 году мировой рынок HR-софта, они это так называют, составлял 1,75 миллиарда долларов. А к 2025 году он должен превысить 3 миллиарда долларов. При этом алгоритмы нередко упускают годных кандидатов, в первую очередь из-за непродуманных критериев отбора. Например, одна из американских больниц долго не могла найти оператора по вводу данных в компьютер. О, Господи, оператор по вводу данных. Оказалось, что программа отметала всех, кто не указал в резюме, навыки программирования, которые вовсе и не требовались. Ну и, как вы понимаете, программисты не сильно искали эту работу. По словам ученых из Гарварда, этот случай скорее правило, а не исключение. Они говорят, что автоматизация буквально разрушает рынок труда в США, оставляя за бортом множество трудоспособных людей. Учитывая, что в США HR-алгоритмы используют 75% работодателей, число несправедливо отсеянных кандидатов должно исчисляться миллионами. Ну, от себя хотел сказать, что, ну, вы понимаете, рынок труда в последнее время очень сложный. Да, то есть кандидатов много, работу меняют часто, компании расширяются, некоторые умирают, люди оказываются на улице. И, соответственно, требования к этому софту, ну, вернее, как потребность в таком софте, все больше и больше увеличивается. И тут были разные ситуации. И я, честно говоря, обращаю ваше внимание, что если вы считаете, что вы опытные специалисты, у вас все классно, все здорово, и ваше хорошее резюме, может быть, имеет смысл на него пересмотреть, на его пересмотреть как следует, и посмотреть, соответствует ли оно критериям той страны, в которой вы ищите работу. Это, кстати, достаточно важно. У нас недавно был стрим с разбором резюме, да, и мы разбирали резюме человека, которое с точки зрения украинского рынка было не очень хорошим. Но с точки зрения американского рынка, например, оно оказалось очень хорошо. Ну и наоборот, вы понимаете. Поэтому смотрите на свое резюме как следует, потому что избежать того, что ваше резюме будет проверять такой умный софт, практически уже будет скоро нереально. В Украине пока еще вручную все это в основном проверяют, но я абсолютно уверен, что в ближайшие пять лет это тоже перейдет на умные алгоритмы. Как бы они ни косячили, в любом случае это огромная экономия средств. В Сингапуре появились роботы-патрульные. Четырехколесные роботы ездят по центральному региону Туапайо, выявляя нарушения общественного порядка. Среди них курение в неположенном месте, стихийная торговля и неправильная парковка велосипедов. А также собрание более пяти человек. В Сингапуре еще действует такое карантинное ограничение. Честно говоря, выглядит немножко трешово. Вести наблюдением роботам помогает алгоритм компьютерного зрения. Как только нарушение обнаружено, на мониторе робота высвечивается предупреждающая надпись, а в центр управления поступает сигнал тревоги. Далее на место могут приехать настоящие патрульные. Сами роботы штрафы не выписывают, ну спасибо, потому что работали бы так же, как алгоритмы предыдущие. И преступников не задерживают. Ну в принципе киберпанк, которого мы заслужили. Все работает примерно так. Честно говоря, я не очень понимаю, как они определяют, что это стихийная торговля. Типа, ага, там знаете какой-нибудь торговец с наркотиком и потихонечку сует, робот такой, воу, стихийная торговля, быстренько задерживать. Что-то вроде того. Вообще забавно. Каждый шестой программист в Украине имеет менее двух лет опыта работы. Джуны наступают. Об этом сообщает IT-компания Global Logic. Ну вы знаете, она любит опросы и всякие исследования опубликовать. По ее словам, спрос на новичков в последние годы остается стабильным. На уровне 15-17%. Цитата. Компаниям интересно привлекать специалистов без опыта, чтобы растить их самостоятельно, говорит Global Logic. Возможно, это wishful thinking. Самые востребованные направления для старта карьеры C и C++. Really? Linux Kernel, а также ручное тестирование. Ну, тут никто не удивился. А если вы уже немножко знаете C++, чуток знакома с Unreal Engine 4, уважаете математику и неплохо относитесь к физике, то приходите к нам в FoxMinded на курс GameDev. Наш курс состоит из 22 практических задач, половина которых помогут приобрести уверенность в 3D C++, а вторая половина поможет освоить 3D-платформу для создания игр Unreal Engine, а также познакомиться со спецификой создания игр на Android. Регистрируйтесь на курс, ссылка под видео. Создатель языка Ruby объявил конкурс на разработку лучшей программы. Ruby все еще жив. Как говорится в условиях конкурса, программа не обязательно должна быть написана целиком на Ruby. Главное, чтобы в ней использовались уникальные преимущества этого языка. Но вы их знаете, я нет. Подать заявку можно до 3 декабря 2021 года. Конкурс пройдет при поддержке правительства японского города Фукуока. Во голове жюри будет создатель Ruby, японский разработчик Юхихиро Мацумото. Главный приз 1 миллион йен. Это около 9 тысяч долларов. Ну, честно говоря, приз так себе. 9 тысяч долларов главный приз за конкурс создания уникального софта. Но, с другой стороны, если вы рубист, имеет смысл попробовать на него податься. И нарисовать какой-нибудь 150-тысячный вариант своей соцсети. Не делайте так. Шестая версия фреймворка Spring будет основана на Java 17. Релиз Spring Framework 6.0 запланирован на конец 2022 года. Одновременно с ним выйдет Spring Boot 3.0. Чтобы работать с обновленными инструментами, нужно использовать JDK как минимум 17-й версии, который, по-моему, еще не вышел. В качестве контейнеров сервлетов понадобится Tomcat 10 или JETI 11. Кроме того, разработчикам предстоит внести некоторые исправления и вход в своих приложений. В частности, заменить пространство имен Java X на Jakarta. Ну, вы понимаете, они же переименовались. В соответствии с новыми спецификациями Jakarta EE 9. Ну, мы рассказывали об этом в прошлых выпусках. Цитата. «Такие меры упростят интеграцию API, а также обеспечат надежность ваших приложений на годы вперед», заявил глава проекта Spring Юргер Хеллер. Ну, честно говоря, было бы странно, если бы он заявил что-то другое. А мне немножко не нравится эта тенденция в последнее время бежать за новыми хайповыми версиями. Java 17 еще, в общем-то, фактически подождать придется. Они на ней уже базируются. И почему только на 17-й? Неужели там, насколько я знаю, там ничего прям супер такого новенького не будет? Ну, в общем, странная эта история. Почему нельзя было базироваться на какой-нибудь там плюс-минус стабильный? Я понимаю, что 17-й должна быть LTE, насколько я помню. LTS, вернее, версии. Ну, ладно, пусть делают. Ну, вообще, конечно, Java тут начинает напобедать, честно говоря, какой-нибудь фронт-энд с ее гонкой за новыми фреймворками. Не нравится мне это. Microsoft выпустил Windows Server 2022. Windows Server — это серверная операционная система для бизнеса. От обычной винды отличается масштабами. Так, новая версия обеспечивает поддержку до 2048 процессорных ядер и до 48 терабайт оперативной памяти. Этого достаточно для работы с самыми требовательными корпоративными приложениями. Да, а если вам нужно больше, поставьте кластер, как обычно. По словам Microsoft, в Windows Server 22 существенно улучшена безопасность соединения. Было бы странно, если бы они сказали что-то другое. Запросы DNS теперь шифруются по протоколу HTTPS. Цитата. «Это позволяет сохранять ваш трафик максимально закрытым, предотвращая перехват и изменение данных», — сообщает компания. Ну, Microsoft, как вы видите, тоже втянулась в гонку за новыми версиями. Честно говоря, зачем было улучшать... Ну, то есть, никакого критического улучшения по сравнению с предыдущей версией операционной системы фактически не произошло. Ну, просто увеличили поддержку большого количества и так далее. Именно это же касается и Windows 11, который от Windows 10 отличается фактически только обоими. Ну, такое... То есть, ну, зато как бы мы не отстаем от рынка, у нас новая версия, а давайте принесите нам еще немножко бабла. Я их понимаю, бабло все любят. Я тоже. Выпустить, что ли, новую версию компании? Создатель Linux раскритиковал процедуру слияния на GitHub. Вот так. Поводом стал недавний пул-реквест от компании Paragon, который разрабатывает новый драйвер чтения записи для ядра Linux. По словам Линуса Торвальдса, слияние было выполнено через GitHub, в результате чего потерялось много важной информации, включая данные о коммитере. Ой, какой ужас. На будущее Торвальдс попросил компанию проводить слияние через командную строку, а не использовать, цитата, «полностью сломанный веб-интерфейс GitHub». Взял и опустил просто. Цитата еще одна. «Гитхаб — отличный хостинг. Он хорош для многих вещей, но слияние с ним не относится», — отметил глава Linux. В общем, короче, плюнул и растер. Как теперь отмываться Гитхабу, я не знаю. Просто, ну, если вы помните, Линус Торвальдс вообще-то разработал сам гид, а Гитхаб — это один из его дистрибутивов. И, ну, как бы, если автор, в общем-то, ругает, что вы там натворили с морды, ну, в общем, позор, позор, позорный. Поэтому мы используем Гитлаб. Он по нашим представлениям лучше. А еще там лисичка. Хотя я тут общался с Ильей Климовым, он сказал, что это не лисичка. Это вообще как бы вот та самая красная панда. Но мы все равно считаем, что это лисичка. На стриминговой платформе Твич появился раздел для разработчиков. Цитата. «За последний год тысячи пользователей попросили нас добавить отдельную категорию, посвященную программированию и разработке игр», — говорится в блоге Твич. Я делаю фейспалм. Категория Software and Game Development появилась 2 сентября и всего за неделю набрала около 10 тысяч подписчиков. Как и в других разделах Твич, зрители могут наблюдать за действиями стримеров в режиме онлайн или смотреть трансляции в записи. Ну что, докатились. Теперь ваше программирование для кого-то — это просто летсплей. Да? Ну что, летсплейщики, хорошо зарабатываем, да? Состоялся релиз среды разработки Qt Creator 5.0. Это свободное IDE, предназначенное для создания кроссплатформенных приложений на C и C++, ну а также на языке Qmoo. В новую версию вошла пара экспериментальных функций. Среди них поддержка парсера C-Lang в качестве бэкэнда для C и C++, а также возможность собирать и запускать приложения в контейнерах Docker. Ну, как бы давно было пора. Кроме того, в Qt Creator 5.0 улучшили поддержку системы сборки CMake. Ну, хорошо. В частности, результаты компиляции теперь можно увидеть непосредственно в режиме Project, не переключаясь в режим Edit. Я ее не пользовался, но звучит как-то немножко кринжово. Результаты компиляции, надо переключить IDE в другой режим. Ребята, кто ей пользуется, скажите, это для вас важно, но вообще как-то меня немножко пугает. Я, правда, сто лет не писал на C, и, может быть, Qt Creator это прям клево. Не знаю, возможно, возможно, возможно. Напишите, что вы об этом думаете. А на сегодня это все. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!